Много времени прошло, но тот анализ, что я делал на данном канале, с того момента, когда мы спустились в эту нижнюю точку, в нисходящем расширяющемся клинии, по-прежнему остается актуальным. В перспективе ничего не поменялось. Мы по-прежнему остаемся в том же самом долгосрочном паттерне. Что значит, что если это перевернутая голова и плечи, и то, что если у нас произойдет восстановление ситуации, по пути вперед, то цели также будут основываться на нисходящем расширяющемся клинии. С марта биткоин движется в бэквике с нисходящим трендом. Откат с 74 тысяч до примерно 56 тысяч 500. Затем отскок до 72 тысяч и слив в направлении 53 с половиной тысяч. Затем снова отскок до 72 тысяч и слив до 49 тысяч. Отскок до 65 тысяч и снова откат до 52 с половиной тысяч. И если данный паттерн продолжит двигаться в этом направлении, то следующим движением будет что-то похожее на заскок примерно до 60 тысяч, что станет простым продолжением. Из-за того, что сейчас у нас образовался в короткой перспективе восходящий низ, это нам как бы дает доказательство того, что, вероятно, быки возвращают контроль над ситуацией. После чего это все может нас привести к очень и очень уверенной консолидации, перед тем, как начать восстановление. Ведь то, что сейчас мы с вами видим на графике, является низ с нисходящим низом, а теперь и с восходящим низом. Что нам может говорить о том, что быки, вероятно, возвращают себе контроль. А в долгосроке импульс может начать смещаться. Мы с вами двигались в нисходящем быковике примерно 180 дней к настоящему времени, а в 2023 мы были в быковике примерно 193 дня. Так что данная консолидация, верите вы или нет, не продолжительнее, чем то, что мы видели в 2023. Она примерно такая же. И в конце концов, что все это значит? Что ж, простым языком, в настоящий момент это простая ступенька вверх. Еще один ключевой взгляд на ситуацию заключается в том, что биткоин также обычно стремится преодолеть исторический максимум или, по крайней мере, сформировать восходящий тренд 30-40 недель спустя халвинга. И ключевое здесь — тренд над историческим максимумом. В 2016-м — 40 недель. Столько ушло на формирование восходящего тренда над историческим максимумом. В 2020-й — 30 недель на формирование тренда над АТАЖ. А в настоящий момент мы примерно на 20-й неделе, что пока как бы рано. Если бы биткоин уже сейчас начал формировать тренд над историческим максимумом, то это стал бы самый ранний тренд над историческим максимумом за всю историю в халвинг-циклах, говоря о тайбинге. И если мы возьмем среднее в 30-40 неделях, то это нам примерно даст ноябрь или декабрь, говоря более точно, ноябрь. Вот когда нам следует ожидать формирования биткоином тренда с многочисленными закрытиями недельных свечей над историческим максимумом. Итак, биткоин находится в минус 23% с момента своей вершины и плюс в 270% от 1. Так почему же настроение такое плохое? Недавно Боб Лукас опубликовал довольно интересный твит. Он сказал, что в предыдущих циклах биткоин часто показывал падение в 30%. И мы это переживали с легкостью. Но в этом цикле все ощущается сильно по-другому. Я думаю, все дело в том, что этот цикл второй или третий для многих участников, ожидающих жизнеобразующий цикл. Вероятно, они закупились слишком сильно, затарившись по самой небалуй и ожидающие слишком больших результатов, готовых изменить их жизнь. И вот по этим самым причинам люди, глубоко озабоченные крипто, сталкиваются с проблемами каждый раз преобразований спада. Даже в предыдущем цикле 2017-го падения в 40% были многократно. Это было на пути с 200 долларов прямиком до 20 тысяч. Но да, я согласен с этим сообщением от Боба. Я думаю, что это интересная точка зрения. Но, на мой взгляд, скорее всего биткоин насходится в паре месяцев от исторического максимума. Люди считают это заявление безумием. Но все, что нужно сделать биткоину, это восстановиться с потери в 24%. И мы встретим АТАЖ. Если укропнить месячный график и посмотреть на все эти месяцы, что мы видели, вот эти крупные отскоки, то каждая из этих свечей приведет нас к новому историческому максимуму. Если что-то подобное произойдет, прямо здесь. Ситуация на рынке может поменяться гораздо быстрее, чем вы можете думать. Так что, снова глядя на дневной график биткоина, я ищу что-то среди вот этих линий. Я думаю, этот восходящий низ говорит о том, что вот этот диапазон с большой вероятностью станет отправной точкой для сквиза вот сюда. Это может занять, скажем, время до октября, чтобы картинка сформировалась окончательно. И перед тем, как мы с вами увидим восходящий верх. Так что в ближайшие месяцы я ожидаю общее восстановление ситуации, скажем, ближе к началу октября. Вот так. И на нашем канале мы обычно используем более крупные таймфреймы. Дневной, недельный, месячный. И для всех тех, кто не отслеживает ситуацию на более долгом таймфрейме, что я думаю делают очень немногие, знайте, что паттерн для биткоина не поменялся. Мы остаемся в нисходящем, расширяющемся клинии. Много времени прошло, но тот анализ, что я делал на данном канале, с того момента, когда мы спустились в эту нижнюю точку, в нисходящем, расширяющемся клинии, по-прежнему остается актуальным. В перспективе ничего не поменялось. Мы по-прежнему остаемся в том же самом долгосрочном паттерне. Что значит, что если это перевернутая голова и плечи, и то, что если у нас произойдет восстановление ситуации по пути вперед, то цели также будут основываться на нисходящем, расширяющемся клинии. Есть несколько способов определения цели нисходящего, расширяющегося клина. Замер с его вершины до низа паттерна, а также измерение между самым широкой частью этого клина и получение цели вот таким образом. Теперь с самой высокой точки до самой нижней точки данного клина. Мы экстраполируем замер в зону возможного прорыва, грубо говоря. И цель в этом случае получается примерно 92 тысячи. Грубо. С самой широкой части клина в настоящий момент цель получается примерно 89 тысяч. Так что все с 89 до 92 тысяч становится собирательной целью при использовании обоих данных методов. От 89 до 92 тысяч. И здесь очевидно, что очень многие из участников имеют довольно печальное настроение и грустят, когда такие, как я, выходят на Ютубе и говорят, что цель расширяющегося снисходящего клина — это 89-92 тысячи. Это их вымораживает, потому что они ожидают то, что я им скажу, что мы идем к нулю. Они ожидают печальные новости. Они хотят слышать, что расколбас рынка подтвержден. Но это тот же самый анализ, который мы уже какое-то время ведем на этом канале. Почему? Да потому что паттерн по-прежнему имеет место. Так что данный сетап, который я ожидаю, к следующему многомесячному движению вверх, эта цель находится примерно на 92 тысячах. Является ли данная цель вершиной цикла? Нет. Это цель данного сетапа. То, как вы определяете цель этого паттерна. То есть я говорю о следующем крупном макродвижении. И не забывайте, что мы идем по расписанию и в ногу с таймингами предыдущего цикла. Биткоин не отстает от своего графика. Единственное, что отстает, это наши с вами ожидания. 2020-й. Тренд над историческим максимумом 30 недель спустя. Теоретически, биткоину в среднем нужно 30 недель для того, чтобы сформировать тренд над историческим максимумом. Я не вижу никаких причин, почему это нелогично, ведь это все довольно понятно и логично. Этот тайминг приведет нас примерно где-то к концу ноября или даже середины декабря. Для момента формирования тренда над историческим максимумом. Так что для того, чтобы все срослось, у нас с вами еще есть время. Это не происходит внезапно. На это требуется время. И еще кое-что, о чем я писал на твиттере. Доминация биткоина. Повторится ли история с доминацией биткоина? И глядя на этот график доминации биткоина, мы с вами видим, что мы подходим к многолетней линии сопротивления. Это тот самый момент, когда в предыдущих циклах доминация биткоина достигала своей вершины. Перед тем, как начинался крупнейший альт-сезон, поэтому альта сейчас раскатана в блин и недооценена. Так что не будет никаким сюрпризом внезапно увидеть, как многие из них начнут восстанавливаться, откусывая часть доли рынка. И если мы с вами посмотрим на последний цикл 2020, вот на эту зону, то похоже на то, что если доминация начнет формирование даунтренда, что-то типа этого. Похоже, что это было ложное пробитие, после чего мы откатились обратно. Большой взрывной рост для биткоин-доминации перед тем, как начался альт-сезон. Так что удивлюсь ли я очередному взрывному всплеску доминации биткоина перед тем, как начнется крупный альт-сезон? Нет, вообще ни разу не удивит. Это вполне возможно, и только время нам все покажет. Но в теории биткоин будет находиться рядом с зоной, когда доминация биткоина начнет падать, а у альткоинов начнет расти. Вот так, ничего сложного, все просто и понятно. Главное — работать с фактами, использовать логику и не поддаваться эмоциям. Ведь именно они формируют то самое настроение, которое точно подметил Боб Лукас в своем твиттере. В любом случае, держите себя в руках и старайтесь не поддаваться этим эмоциям. А также, если вам нравится то, что мы делаем для вас, не стесняйтесь ставить под видео лайк, подписываться на канал и не забывать, что все, что мы делаем, мы делаем для вас, потому что мы вас очень ценим. Увидимся, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok